Гульшария Мангутова Люди, у которых нет ни скотины, ни земли для ведения хозяйства, говорят, что Акимат намеренно затягивает сроки внесения их документов в базу. Причем многие документы уже сотрудники отдела соцобеспечения успели потерять. А чтобы не было шума, якобы заполнили бланки несуществующей информации. Они потеряли документы, которые я им сдавала. И они внесли в базу ложные данные. Например, что у меня во дворе 7-8 лошадей, 7-8 бычков. В огороде засеян клевер и хлопок. Еще и подпись мою сами поставили. Кроме того, говорят многодетные, в декабре им вовсе не перечислили ни одного тенге из положенных пособий. Мы получали с 1 апреля по ноябрь. А в их компьютерах написано, что мы получали в течение 9 месяцев. Аким сельского округа Женис Марат Туреев согласен. Во время приема и оформления документов были недочеты. Специалист, допустивший эти нарушения, уже уволен по собственному желанию. А кому положена помощь, решает не он, а комиссия. Поэтому и вопросы надо задавать не ему. Многие документы были на комиссии. Были и те, что нам вернули обратно. По словам специалистов, сельские акиматы сами должны проверять обращения заявителей. Потому что только они точно знают контингент своих жителей. А многодетные намерены подать обращение в Генеральную прокуратуру.